Приветствую вас и я прочитал ваше сообщение, ваше письмо. Могу сказать, что имеется ряд проблем, эти проблемы на первый взгляд не связаны между собой, они являются достаточно разноплановыми, но, тем не менее, все вместе, они образуют вот то самое переживание, то самое состояние, которое у вас сейчас есть. Первая проблема – это отношения с родителями. Вы определенно ставите себя в конфронтацию с ними. Вы определенно недовольны тем, как ведут себя они, вы определенно недовольны тем, как ведут себя они по отношению к материальному положению, по отношению к деньгам и так далее. И вас это определенно не устраивает, вам это определенно не нравится, вы считаете, что вы хотите чего-то другого. И в первую очередь вам хочется, вам нужно показать, доказать своим родителям, что вы правы, что вы верно двигаетесь. Вы как бы ставите себя, вы противовес людям, другим людям, в том числе твоим родителям. И это не совсем верно, потому что вы, получается, хотите что-то им доказать. Получается, что вы равняетесь на общественное мнение. А это не совсем верно, не совсем правильно. Неправильно равняться на общественное мнение. Неправильно стараться быть лучше, чем кто-то другой. Правильно стараться быть просто лучше. Когда вы говорите о том, что вам не нравится, как, например, живут ваши родители, то вы почему-то, по какой-то причине, хотите их поменять. И я понимаю, почему. Вам кажется, что если вы это сделаете, если вы поменяете своих родителей, если вы зарядите их своей мыслью, зарядите их своими идеями, то и у вас тоже будет что-то получаться, вы будете чувствовать поддержку. Но проблема заключается в том, что ваши родители будут с людьми уже относительно пожилыми, пожилыми, относительно устоявшимися и сформировавшимися, они смогут вот так взять и измениться. Потому что они уже так привыкли. И в силу своего возраста, в силу своих привычек, они вряд ли захотят менять свое поведение, свой образ жизни, свои притязания и свои амбиции. Поэтому вам не нужно пытаться через них, через окружающих в глаз людей добиваться того, чего вы хотите. Это не совсем правильно. Далее вы сравниваете себя с другими людьми и хотите быть такими, как они. И здесь скроется несколько подводных камней. Дело в том, что, когда вы сравниваете себя с другими людьми, вы всегда хотите быть лучшим кто-то. При этом вы теряете свои собственные цели, свои собственные ориентиры. Они у вас определяются только исключительно чужими, так сказать, чужими ориентирами, чужими направлениями, что не является верным. И поскольку вы недовольны тем, что у вас есть сейчас, вы не хотите, вам не нравится ваш дом, вам не нравится то, где вы живете, это означает непринятие своего места, этого своего пожелания, которого вы стыдите. Вы знаете, то, что вы его стыдите, говорит о неком внутреннем конфликте. Вот причина его не совсем ясна из вашего текста, но тем не менее. Когда вы пишете, что вы хотите занимать определенное положение в обществе, я полагаю, что это также есть какая-то неуверенность в себе, неуверенность в собственных силах, а неудовлетворенность собой. И значит, отсутствие гармонии. С одной стороны, вы хотите денег, деньги для вас средства решения всех проблем. С другой стороны, понимаете, в чем дело? Люди угрюмые и недовольные, которых вы вот встречаете, они такие потому, по той причине, не по тому, что у них мало денег, не потому-то они работают за копейки, а потому-то у них нет внутренней гармонии с собой. Они не занимаются тем, что им нравится, они не занимаются тем, что им доставляют заводство, но они вырабатывают. И в принципе, если человек обладает внутренней гармонией с собой, то ему вполне достаточно того, что он работает за определенную сумму денег, так как он может иметь свободное время. А если человек работает только на себя, если человек ведет свой бизнес, если человек, например, занимается своим делом, то он вкладывает в это изначально очень много, и ни о каком свободном времени речи вообще не идет. То есть вы видите вследствие не того, что человек мало зарабатывает, когда говорите о людях, которые недовольны вечно, а вследствие того, что у человека нет внутренней гармонии с собой. Это все-таки две разные вещи. Следующий аспект, который вы озвучиваете, говорит, свидетельствует о том, что вы хотите зарабатывать много денег, и при этом приносить пользу людям. Вы знаете, здесь момент заключается вот в чем. Вы не сможете зарабатывать много денег и одновременно приносить пользу людям. Коммерция есть коммерция, а альтруизм и, так сказать, общественное благо являются совершенно отдельным образованием. Поэтому главное начало нужно определить следующее. Либо вы занимаетесь своим любимым делом, и доход для вас умеет стать столичной одной жизнью, либо вы занимаетесь, значит, именно доходом, а пользой является уже столичным делом. Тут придется выбрать, потому что противно один случай вы рискуете не добиться ни того, ни другого. Дальше вы находитесь, как я уже сказал, в явном, в явном неудовлетворении всего собственной жизни, в явном, так сказать, противоречении самой собой, и деньги на вас выступают следствием решения проблем. Давайте мы с вами попробуем сказать вот что. Вы какие проблемы хотите решить с помощью денег? Можно очень много гадать на эту тему, какие именно проблемы вы хотите решить с помощью денег. Вы можете сказать, что это проблема. Благосостояние, да, возможно, там, позволить себе все, что хочется и так далее. Это все понятно. Возможно, там, пригласить людей к себе в дом и так далее. Я вам скажу вот что. Вы знаете, деньги решают для человека только одну проблему, одну единственную проблему. И эта проблема, я бы сказал так. Эта проблема условно подразделяется на несколько частей. Первая часть – это комфорт. Вторая часть – это положение в обществе. То есть человек, стремясь заработать много денег, хочет иметь соответствующее положение в обществе. Вот вы для себя попробуйте сначала определить, что вам нужно. Комфорт, роскошь, наличие материальных благ или положение в обществе. Если положение в обществе, то его можно добиться необязательно деньгами. Человека могут уважать, человека могут любить, человека могут ценить не за деньги, а за его личные качества, за то, что он делает, за то, какие идеи он продвигает. И так человек может занимать очень серьезное положение в обществе, будучи при этом небогатым. Конечно, есть расслойка, есть социальные неравности. И к этому социальному неравенству нужно относиться все спокойно. Кто-то всегда будет богаче. И если вы постоянно сравниваете себя с другими людьми и переносите их ориентиры, их цели, их достижения на себя и хотите быть такими же, то это не сделает вас счастливой, потому что вы сами для себя, сами для себя, то есть свои собственно сформированные цели не образуете таким образом. И вы будете постоянно равняться на других людей, тем самым продолжая от них зависеть, даже после того, как вы добьетесь определенного материального положения. Исходя из этого, можно сделать следующий несложный вывод, что деньги – это лишь средства. И важно понять, чего именно вы хотите добиться через использование этих средств. Если вы через них пытаетесь решить свои внутренние проблемы, внутренние конфликты, например, стремление занять определенное место в обществе, получить признание людей, быть общественно значимым и так далее, то это можно сделать и без денег. Если вам нужно комфортно, материальное благо, то подобное направление, конечно же, безусловно, достойно, оно имеет право на существование, но вам тогда необходимо только знать, чего вы хотите. То есть, чтобы была мера, чтобы была грант, чтобы была планка, чтобы вы сказали, например, что мне нужен дом, вам не нравится ваш дом, в котором вы живете, мне нужен дом, а если мне нужен дом, то какой мне нужен дом для счастья, и вот к этому вы будете стремиться, чтобы потом, получив это, вы уже не захотели, вы уже не захотели еще лучше, лучше и лучше именно получать свое материальное благосостояние, потому что это уже называется роскошь. А людей, применящихся к роскошью, ну, не очень сильно можно назвать счастливыми, потому что это одержимость материальными благами, она ни к чему хорошему не приведет. То есть, вам нужно подумать для себя вот так же, что мешает вашей душевной гармонии. Какие вы испытываете комплексы, какой вы испытываете неуверенность с помощью денег, желая разрешить купировать их, и вот эти проблемы вам нужно проработать. Промыслие, как правильно сказал мой коллега, если вы хотите что-то сделать самостоятельно, то вы просто берете и делаете, не оглядываете на других людей. Дело в том, что люди, превышающие жить в определенном обществе, по определенным правилам, никогда, практически никогда не изменят свое положение, потому что считают, что занимают свое место. Вы своим местом недовольны, это очень хорошо. У вас есть необходимая, необходимая основа для того, чтобы двигаться вперед. Но это лично ваша инициатива. А тот факт, что вы нуждаетесь в поддержке, тот факт, что вы нуждаетесь в других людях, в признании других людей, говорит о том, что вы испытываете определенную зависимость именно от людей. То есть через людей вы хотите удовлетворить какие-то свои потребности. И вот об этих потребностях стоит и нужно говорить. Деньги вам, эти потребности, не удовлетворят. Они принесут вам только, может быть, ложь, может быть, корость в отношении, они принесут вам роскошь, они принесут вам, да, комфорт, но не решат внутренних проблем. А внутренние проблемы у вас, мне кажется, имеются хотя бы, например, прямая связь взаимодействия с людьми и материальному состоянию. То есть вы стыдитесь от того места, где вы живете. Вот это вот неприятие своего места, где вы живете, к сожалению, отношает неприятие и самого себя, и вот вам мешает то, что вы в себе сами не приемлете. Вы не принимаете себя такой, какая вы есть. Всего-то добиться можно только лишь, принимая себя такой, какая вы есть и принимая окружающих людей такими, как и они есть. Без стремления быть лучше кого-то. Без стремления достигнуть какой-то планки. Ваша планка своя, и она основана на том, кто вы есть. И чтобы любить то, что вы делаете, чтобы любить себя, нужно принять себя такой, какая вы есть. А сейчас скажут, что вы себя не принимаете. Вы стремитесь стать другой, не той, кем вы являетесь. И это, к сожалению, то, что вы стремитесь стать другой. Ага, обусловлено, ну, общественными требованиями, по крайней мере, так вы думаете, общественными веяниями, может быть, модой, может быть, чем-то еще, а может быть, с неправильным направлением в решении ваших проблем. Так или иначе, с этим можно разбираться более подробно. Я думаю, что в рамках одного такого ответа на ваш вопрос, пусть и довольно-таки обширный, не получится решить все ваши проблемы. Говоря о том, как вам добиться этих целей, вы вот тут спрашиваете, как добиться этих целей, нужно сказать так, во-первых, определить с тем, что вы хотите, я потом говорил уже, либо доход, либо эффект, и перестать равняться на того, кого бы то ни было вообще. Перестать ждать поддержки от других людей, перестать ждать одобрения от других людей, делать то, что хотите вы, заниматься тем, что хотите вы, проявлять себя в том, что вам нравится. И рано или поздно люди обратят на вас внимание, они заметят то, что вы делаете, и пойдут за вами, будут одобрять вас именно по поступкам, а показывают, а хотите, правда, чтобы люди одобрили вашу идею. Проблемо в том, что идея, которую вы предлагаете, она старая как мир. Это вечное стремление к материальной обеспеченности. Но многие люди принимают ее достаточно, знаете, как философски, то есть как недостижимый вариант. А он для вас достижим? Если да, то как им, как именно, в каком пределе? Сколько вам денег, денег для счастья? Попробуйте ответить себе на этот вопрос, если вы действительно хотите много денег. Там это понятие много для каждого свое. Вот об этом вам стоит подумать для начала. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Продолжение следует...